Долгожданный и многими любимый праздник позади. Игры, забавы и новогодние веселья надолго остаются в памяти детей и взрослых. В то время, пока жители отмечают и празднуют, экстренные службы города усиливают контроль. Так на телефон скорой медицинской помощи все эти дни поступало большое количество звонков. Только за один день, 2 января, сотрудники 39 раз выезжали по адресам на жалобы по поводу высокой температуры тела. Врачи объясняют это тем, что люди поддались панике и боятся заболеть гриппом. Кроме этого, по словам главврача, скорой помощи в период новогодних выходных увеличилось число гипертонических кризов, осложненных отеком легких. По поводу отравлений вызовов не было. В больницу Княгининская в данный период с травмами, обморожениями и состоянием алкогольного опьянения больных не поступало. Для сотрудников Краснолучского ГОВД, МВД и ЛНР праздничные выходные прошли в спокойной обстановке. По охране общественного порядка происшествий зарегистрировано не было. Чего нельзя сказать о спасателях. Для них 1 января был очень трудный рабочий день. По сообщению ГПСО МЧС ЛНР, за эти сутки на территории Красного Луча и городов-спутников произошло 4 пожара. В городе Петровское по улице Партизанская загорелась крыша дома. Со слов очевидцев перед пожаром, недалеко от этого дома неизвестные люди запускали фейерверки и салюты, которые продолжались длительное время. Вероятнее всего, это и послужило причиной бедствия. На третьем микрорайоне в пятиэтажном доме сгорела квартира, в которой находилась хозяйка. Спасти жизнь женщине 1935 года рождения не удалось. Она скончалась до приезда медиков. По версии спасателей, произошло короткое замыкание электропроводки. Хозяйка отапливала квартиру электрообогревателем заводского изготовления, который и был обнаружен со следами короткого замыкания. Также из-за неосторожного обращения с огнем при курении случился пожар жилого дома на улице Железняка и флигеля на улице Чаадаева. Если в первом случае обошлось без жертв, то во втором погиб мужчина 1954 года рождения. Впереди краснолучан ждут еще Рождество, Христово Крещение и другие праздники. Чтобы они не закончились плачевно, будьте внимательны и осторожны. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Следите за детьми и одевайтесь теплее.